приветики мои дорогие хочу с вами поделиться опытом выращивания озимого чеснока я нашла видео прошлого года и в этом году я точно также посадила чеснок и довольно таки получила неплохой урожай в прошлом году поэтому я хочу с вами поделиться может быть кому-то мой опыт будет полезен итак озимый чеснок то есть чеснок по зиму я сажаю в десятых числах октября максимум до 15 числа я стараюсь провести посадки сажу я в лунке добавляя залу я его посадила по пшенице заранее я посеяла пшеницу и к 10 октября у меня уже был небольшой ковер с пшеницей вот она была невысоким ковром и я прям по этой пшенице делала грядки и добавляла залу и садила чесночок вот что дает пшеница в данном этапе пшеница у нас защищает от ветров задерживает снег она как ковром укутывает наш чесночок на зиму по весне пшеницу я удалила и использовала как мульчу пользу мульчи наверно уже все знают в общем мой чесночок изначально он рос в пшенице чувствовал он себя прекрасно зеленый высокий это сейчас у нас конец апреля пшеницу я решила удалить использовать ее как мульчу чтобы она не тянула лишних соков на себя что чтобы чесночку больше досталось у меня получилась вот такая вот картина так я посадила чесночок а вы каким способом садить я чеснок расскажите мне интересно также я подрыхлила чеснок после зимы это необходимо взрыхлила почва вокруг него и будем ждать дождика потому что земля уже сухая 10 мая чесночок выглядит вот так вот нужно подрыхлить еще раз и замульчируем уже основательно уже на лето много-много травы зеленой и чеснок все чувствует очень прекрасно вот так вот будет все у нас и между ряди тоже обязательно вот такой вот окончательный вариант у нас будет уже на лето замульчировано чесночок будет расти вот такой у меня уже лук батун 25 марта у меня уже лук такой что можно на салатик срезать хотя на улице довольно таки еще холодно классная выгодная штука мы ели его все лето он не боится засухи ему тут нравится подкармливаю также золой прям сухую золу сыплю между ряди так что да подрыхлила пусть растет дальше все